Собирание подписей, данных паспортных, это к чему вообще? Зачем такое происходит на территории Херсонщины? Ну, для того, чтобы создать картинку. Опять же, все это было уже в 2014 году на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской области. Один в один. У них такое же самое клише, знаете. Они вот еще по советским методичкам как работали, так и работают. То есть надо собрать информацию про живых людей, потом якобы эти живые люди придут на референдум. Понятно, никто никуда даже не пойдет, но картинку создадут. Завезут какую-то группу из Крыма, условно там 40 автобусов приедет, это 2000 человек. Станут в одну очередь на какой-то там избирательный участок. Здесь снимут эту камеру и посмотрят. Смотрите, очереди местных людей, которые хотят проголосовать на каком-то референдуме. Так же это делалось и в Донецке, и в Луганске. Картинку создали, больше им ничего не надо. Потом они покажут, что якобы там 90% людей пришло. На этот референдум из них 90% проголосовало за создание или ХНР, или присоединение к Российской Федерации. Они до конца еще не понимают, по какому сценарию идти, потому что планы все ломаются. Как тут 90% нарисовать, если тут постоянно проукраинские митинги выходят? И картинку все ломают. Они это понимают. А потом вот эту созданную шизофреническую картинку они попытаются продать международному сообществу. И говорят, что смотрите, это же не мы забрали территорию, это местные люди захотели создать свою республику, а потом присоединиться к нам. Я думаю, что все-таки более реалистический сценарий это пройти по созданию так называемой псевдо-этих республик. Опять же, как они сделали в ДНР, ЛНР на территории Донецкой и Луганской в наших областях. И потом, к сожалению, вот то, что мы фиксируем, к сожалению, многие наши европейские, в том числе партнеры, в лице, например, Макрона и Шольца, вот знаете, они вроде нам помогают, помогают, все понимают, у нас открытая война с РФ. Потом выходит Макрон и говорит так, пришло время останавливать вооруженное столкновение и договариваться. Потом эту же мантру продолжает Шольц. Германия вообще себя, мягко говоря, показывает ненадежным партнерам. Тут заявили, мы даем вооружение, а тут юридически делают все, чтобы вооружение тормозилось, передача. Поэтому, знаете, эту же ошибку мы сделали уже в 2014 году. Когда рассчитывали на помощь наших партнеров, оказалось, что партнеры еще неизвестно больше за Россию думают, чем за Украину. Хотя я всегда подчеркиваю, партнеры всегда думают за свои национальные интересы. Им не нужна Украина. Они эту ситуацию используют для себя. Это касается абсолютно всех. Другое дело, когда интересы Украины совпадают с интересами, например, Великобритании, США. И тут мы видим прямую помощь. Все ресурсы, которые они имеют, то есть они дают это Польше касается, Краин Прибалтики. Но я не буду перечислять таких Краин, стран очень много. Да, более чем достаточно. Да, конечно, согласен с вами. К сожалению, вот по Германии, по Франции у нас есть вопросы. И вот эту картинку, они в первую очередь, якобы, приходят люди и сами голосуют. Они как раз и делают для немцев, для французов, для таких стран, которые еще не определились. А потом, для Венгрии. А потом эти страны начинают рассказывать, что подождите, там, не все так однозначно. Давайте с ними договариваться. И вообще, может быть, это действительно так и есть, сами люди хотят. И не надо вводить новый пакет санкций, шестой, там, тот, который касается полного эмбарго на российскую нефть. А по газу вообще давайте думать. То есть, на мой взгляд, Российская Федерация дает вот такие месседжи, в первую очередь, для тех стран, которые на основании этого и тормозят санкционную политику антироссийскую. Ну, плюс тормозят передачу вооружения Украине.